Всем привет! С вами Джон Кобра! И в сегодняшнем ролике у нас будет обзор и покупка новой лимитированной машины за 9 миллионов долларов, которая называется Mercedes-DLK GTR, или как в реальности называют эту машинку, Mercedes-DLK. Да, очень-таки сложные, интересные названия. Конечно же, понятное дело, почему эти машины называются так, я вам и не скажу. Просто какие-то буковки, которые говорят о модели или еще о чем-то. Если вы, конечно, очень умные люди, можете об этом написать в комментариях, как вы думаете, для чего эти буковки вообще нужны. Возможно, какая-то модель или еще что-то в этом роде, но... В общем, Джон Кобра не шарит, Джон Кобра не шарит. Машина эта достаточно дорогая, 9 миллионов, это не самая дешевая лимиточка. Самые-таки в среднем лимиточки 7,5 миллиона стоят, но, знаете, 9 миллионов, это означает, что от машины хоть что-то, да и стоит ожидать. Значит, разработчики ее делали не самой плохой. Значит, она реально что-то из себя представляет. Ну, а давайте теперь уже перейдем непосредственно к покупке нашей сегодняшней машинки. Для этого мы откроем вот этот раздел, смотрим вот сюда, в самом низу. И вот она, машиночка за 9 миллионов. Конечно, по характеристикам, я так понял, она как Астон Мартин Вулкан, но это еще далеко не означает, что она плохая. Возможно, есть машина и похуже, чем эта. А может, она классная, а может, не классная. Ладно, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Вообще, машина, на первый взгляд, выглядит очень прикольно. Так ли она выглядит в реальности? Знаете, иногда то, что мы видим на картинке, и то, что мы видим в реальности, немного отличается. Что же, покупаем эту машину. А, да, у нас было 9 миллионов, я в шоке. Исполним ее. Вау, вы просто чекайте и смотрите на эту машину. Она реально очень-очень крутая. Вы просто посмотрите, как она выглядит. Я сразу вспомнил очень-очень старые мерседесики, которые раньше катались по городам Джон Кобры. Но не такие, а такие старые. До того, как появились вот эти майбахи за 17 миллионов рублей. Вот были красивенькие вот такие мерседесы. И для них, смотрите, здесь вот эти характерные, характерные задние фары, передние фары. Вообще, знаете, прям ностальгируют. Машина походит на обычный стандартный мерседесик, только в виде суперспорткара. Помните мерседес 1? Ну, так как по мне, эта машина чем-то на него походит. Только более какая-то старая версия. Ну, я бы сказал, очень-очень даже старая версия, но очень-очень крутая. Ну, не знаю, не знаю. Лично мне вот эта внешность зашла. Тогда как больше, как побольше на любите. Это когда было вот это вот фирование 250 за сколько-то там миллионов. Вот лично мне она не понравилась. А многим людям она нравилась, потому что это была классика. Вот эта машина тоже, можно ее называть вот такой вот красивенькой классической тачкой. И она реально прикольная. Лично по мне она прикольная. Как мне за 9 миллионов ее купить однозначно стоит. После того, как мы, в принципе, посмотрели на внешний вид этой машины, я думаю, мы можем перейти уже непосредственно к ее характеристикам. И, конечно же, протестить ее на гоночках. Максимальная скорость этой машины составляет, составляет 362 километра. Что в переводе на мили означает аж целых 225 миль. Что, в принципе, является достаточно средним результатом для лимитов. Примерно у Мерседеса 1 скорость чуть больше. У какого-нибудь там Аполло скорость чуть-чуть меньше. Но, в принципе, основная суть остается понятным. Скорость этой машины достаточно такая средненькая, стандартненькая. Сейчас очень будет интересно узнать, какой у этой машины разгон. Я уже чуть-чуть на ней покатался. Я понял, что машина управляется хорошо. Прямо реально. Вот удовольствие от управления, конечно же, на этой машине испытываешь. Но звуки, лично мне звуки в этой машине немного не понравились. И результат. 9,4. Но, в принципе, это такой хорошенький, средненький результат. Обычно, обычно вот такие. И, например, такие результаты и есть на подобных лимитах за такую сумму. Некоторые там ближе к 10. Это прям реально такой самый средненький результат. В принципе, я могу сделать вывод, что машина разгоняется неплохо. Ну и нехорошо. Вот такой вот самый нормальный, средненький результат. Теперь давайте мы посмотрим, что эта машина из себя представляет на следующей гонке. А именно на треке. На гоночном треке. В принципе, машина, поскольку неплохо так управляется. И неплохо входит в повороты. Я могу сделать выводы, что это означает то, что эта машина будет очень-очень хорошо на этой моей гонке. Так ли это или не так, мы сейчас с вами тоже. И узнаем вообще. Кстати, вот эти подписчики рассказали про эту машину. Одну очень интересную историю. Оказывается, эта машина очень любила летать. Но, в принципе, как Горжон Кобра когда-то. Поэтому, если, конечно, вам интересно узнать немного подробнее про историю этой машины, наберите в поисковике вашем любимом. Мерседес, который любил летать. И там будет очень смешной ролик. Лично мне зашел прям перед роликом. Вот этим вот прям смотрел. И смеялся чуть-чуть. Вообще весело. Получилась история с этим мерседесиком. Так, ну смотрите, едет он на самом-то деле неплохо. Сейчас посмотрим, какими мы приедем. Какими мы приедем пока что едем. Третьими. Так, нас обгоняют, обгоняют, обгоняют. Так, Бугатти 300 плюс нас обогнала. Не, ну 300 плюс, понятно, делать здесь лучше. В принципе, спору нет. 300 плюс одна из лучших машин в игре. Вместе с Бугатти болит они на равных. Но смотрите, сейчас мы ее даже почти обогнали. Мы ее обогнали! Вот это поворот! Вот это поворот событий! 28 и 1 секунда. Ох, это... Это мощно. Это очень-очень-очень хороший результат. Понимаете, мы на этой машине обогнали 300 плюс. Я на самом-то деле очень-очень сильно доволен этой машиной. Потому что не каждая лимитированная тачка, которая стоит в дешевле в два раза, чем 300 плюс, способна его обогнать. Конечно, возможно, здесь все во многом зависело от качества интернета. Либо еще непонятно от чего. Но тот факт, что мы смогли обогнать 300 плюс, о многом говорит. Конечно, болида там не было. Но все-таки это 300 плюс почти как болит на этой карте на несколько секунд. Да, возможно, здесь была больше везучесть. Но тот факт, что мы победили, остается фактом. Вообще, если так смотреть, эта машина до сотки, то есть до сотки километров в час, разгоняется за 3 секунды. До двухсотки она разгоняется за 6 секунд. А до трехсотки она разгоняется за 9,6 секунд. То есть, максималка у нее почти за 13 километров в час. В принципе, ну, достаточно неплохо. Достаточно неплохо. И, наверное, из-за того, что у нее была достаточно хорошая скорость, хорошенький разгон, не идеальный, но нормальный хороший разгон, она очень хорошо тормозила. Это и позволило ей победить на той гоночке. Но если смотреть на автострату, то тут, понятное дело, она далеко не первая. Конечно же, скорость 360 километров в час, это не топовая скорость. А на этой гонке, как правило, побеждают те машины, у которых самая хорошая максималочка. Но при всем при этом, машина, как по мне, очень хорошо входит в повороты. То есть, в повороты вы будете входить на ура. Сейчас мы пытаемся на максимальной скорости войти в поворотик, посмотрим, что из этого получится. Ну, реально, реально она очень-очень хорошо в повороты входит. Просто можно вообще не напрягать войти почти в любой поворот. Но она не быстрая. Да, все-таки, многие машины есть быстрее ее. Но она хорошо входит в повороты. Это ее однозначно плюс. Но для того, чтобы нормально входить в повороты, нужно в первую очередь уметь управлять. А это, к сожалению, в нашей уме. Дело время, умеют делать не все. За что система управления у этой машины заднеприводная. РВДшка, у нее управляемость 8.5. Но, мне кажется, она не 8.5, а где-нибудь так на 9. Потому что машина входит в повороты хорошо. В общем, что я могу сказать? Машина, эта лимитка очень-очень хорошая. Конечно же, есть машины лучше ее. Но по сравнению с машинами, которые примерно стоят так же, как она, она реально... Сейчас здесь как посмотреть. Много и нелимитированных машин, которые тоже достаточно хорошие. Но 300 плюс еще никто не обгонял, кроме Бугатти Болид. Вот это, вот это да. Ну, еще там абсолютик. Поэтому я могу взять машину. Вывод, что машина реально достаточно хорошая. И мне кажется, покупать ее однозначно стоит. Конечно, она не... Получается, не электрокар. У нее есть передача из-за этого. Она, наверное, на дороге не самая быстрая. Но все равно достаточно хорошая. Поэтому покупать, я думаю, ее однозначно стоит. Конечно же, я надеюсь, что этот ролик, конечно же, помог вам определиться, стоит ли покупать вам эту машину или нет. И, конечно же, я надеюсь, что этот ролик вам тоже понравился. Если он вам понравился, то обязательно оцените его лайком. И, конечно же, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Потому что на этом канале выходит много интересных роликов, посвященных Cardiolorship Tycoon. Но с вами, конечно же, был Джон Кобра. Всем спасибо за просмотр и всем пока!